Всем привет дорогие друзья, с вами Тутемпалт, а мне задали вопрос такой интересный, будет ли Хаунд Медиком? Ну что ж, что я вам отвечу. Давайте сначала мы разберёмся, кто такой Хаунд. И, короче, уходим глубоко в Трансформеры 4 и смотрим историю. Итак, ну что ж, когда люди начали охоту на автоботов, Хаунд скрылся в пустыне вместе с другими выжившими, затем участвовал в вторжении в Кейсай. Когда Оптимус был захвачен локдауном, Хаунд и Дрифт нашли и освободили его, затем Толстяк пилотировал отсоединённый тюремный отсек во время битвы в Гонконге. Вместе с Бамбуби прикрывал Кейда, Джошуа и Зерно. Короче, когда Хаунд прибыл на землю, он выбрал для себя режим военного джипа. Его вооружение в режиме робота состояло из лазера, пулемёта, ракеты, гранат. В форме Трансформера он также мог использовать лазер и ракеты. Позже, в прочих версиях, Селинный Автобот появился в совершенно другом облике. Теперь Хаунд владеет впечатляющим арсеналом, приходит в вес, с него даже отсыпаются пушки. Он вооружён трёхствольным пулемётом, действующим по принципу Гатлинга. Автоматом, гранатами, четырьмя обрезами, двумя четырёхствольными и двумя одноствольными. И ножом в бою Хаунд способен в одиночку сдерживать целую армию, прежде чем у Автобот кончается патронной гранатой. В режиме военного грузовика может легко передвигаться по пересечённой местности. Так, а теперь... Что же будет с Хаундом в Трансформерах 5? Я вам рассказал, кто такой Хаунд, чтобы вы его вспомнили, а теперь... Что будет в Трансформерах 5? Нападение на Речта, осуществлённый локдаун в начале Трансформеров эра истребления новой эпохи истреблений, привело к тому, что ещё один член оригинальной команды Автоматов, представленный в первом фильме Майкла Бэя, был убит. Джаз умер ещё в первой картине, а Айронхайт был предан и убит в Трансформерах Тёмная сторона Луны. В результате чего только Оптимус Прайм и Баублби остались выживших из первой команды. Майкл Бэй же продолжает публиковать фотографии персонажей, благодаря чему все мы постепенно получаем информацию об обновлённом списке автоботов, участвующих в фильме Трансформера 5. Последний рыцарь. Ход Трот наконец-то появился в следующем фильме вместе с ещё одним новичком, с Квиксом. Само собой возвращаются Бамблби и Оптимус, плюс к ним присоединяются относительные ветераны Дрифт и Кроссхерс. Кроссхерс, местный снайпер, выглядит почти так же, как и в прошлом фильме. Дрифтмастер Мечник команды получил новую цветовую схему окраски и автомодификацию, но это я вам в прошлой сервере расскажу. Хаунт, являющийся архетипом-то этакого тяжёлого вооружённого и тяжёлобронированного солдата, вернулся и теперь стал командным медиком, заполнил таким образом дыру, оставшуюся после Рэчеста. Рэчест был относительно слабо вооружён в фильмах Трансформеры, когда как Хаунт является таким командосом, фактически построен из тяжёлого вооружения, чуть не целиком. Как и в случае с Дрифтом и Кроссхерсом, дизайн Хаунта является более гомоноидным, а не классическим автоботским, который был представлен в первых фильмах. Хаунт носит бороды и курит гильзу, как сигару. Дрифт, к примеру, одевается как самурай. А Кроссхерс одет в некий тринч-кот, обзубах на него зубочисткой. Для того, чтобы сравнить новый дизайн Хаунта и Трансформер 5 с дебютным внешним видом, можете взглянуть на промо-арты ниже с фильма и на фотографии его модели. Собственно, Хаунт выглядит почти так же, разве что и уявились красные медицинские кресты. Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, я ответил на ваш вопрос. Оказывается, Хаунт всё-таки будет медиком. Да-да. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новое видео. Я буду... Также не забывайте писать ваши вопросы, я буду на них отвечать. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok